Психологическая экспертиза Психологическая экспертиза Вот у нас принципиальная разница Психолог работает со здоровыми людьми, а психиатр с больными И поэтому, забегая вперед, никогда психологическая экспертиза не назначается вместе с психиатрической То есть либо одна, либо другая Никогда не бывает Итак, сейчас мы с вами будем разговаривать о психологической экспертизе в суде Именно этим я занимаюсь последние два года профессионально Я пишу для суда психологические экспертизы Ко мне идет запрос И я начинаю этим заниматься Но сегодня я буду вам рассказывать, что, собственно, это такое Итак Ого, у нас есть шнур Прекрасно Итак Когда появилась психологическая экспертиза В конце XIX века Юристы начали постепенно обращаться к помощи психологов Для того, чтобы понять, каким образом можно улучшить расследование Для того, чтобы узнать Значит, изначально они пользовались околонаучными методами Именно тогда были распространены такие учения, как френология Возможно, вы слышали про френологию То есть Франц Галь, ученый, он считал, что существуют такие карты мозга И благодаря выступам на коре головного мозга, соответственно, на черепе Можно понять, что мы из себя представляем Допустим, у вас развиты надробные дуги Вы мыслите Вот никуда вам до этого не деться Вы войдете именно туда А вот если они у вас не развиты То вот, извините, даже если вы семи дадей во лбу Ничего хорошего из вас не выйдет, как ни старайся То есть он составил со своими последователями целую карту Где были расположены, была карта мозга Были расположены зоны любви, зоны нежности, зоны храбрости И на самом деле приводили ребенка Ребенку ощипывали голову И могли сказать, что да, вот ребенку нужно идти в солдаты Например, то есть ребенок плачет, кричит Нет, пожалуйста, я хочу в повара, нет, в солдаты Мы говорят, и он идет в солдаты То есть, конечно же, это околонаучный метод Конечно, это все несерьезно, но тогда об этом не было известно Его учение продолжил Чезаре Ламбразо Это итальянский психиатр Который пошел немножко дальше и создал свой преступный тип То есть он посчитал, что вот Есть тип преступника, его можно увидеть внешне Возможно, где-то слышали об этом Например, каким образом должен был выглядеть преступник Ламбразо считал, что есть три типа преступника То есть это был убийца, вор и насильник И каждый из них, сейчас вы начнете, наверное, друг на друга смотреть Обладает определенными типами внешности Да? То есть, допустим, если у вас мочка, не дай бог, прирощена к уху То есть мочка уха к щеке прирощена То есть ничего хорошего Это ни о чем хорошем не говорит Это говорит о том, что у вас прям потенциальные такие способности убийцы Вот Если у вас скошен лоб, то это все Это лучше на воду Ламбразо вам не стоило попадаться на глаза Если у вас скошен лоб Если у вас определенная походка Если вы подволакиваете левую ногу Если у вас асимметрия черепа Если у вас маленький череп То есть это все было очень серьезно Вот таким образом это все развивалось Но, как вы видите, было не очень научно И вот в 1883 году в России был первый случай Зафиксированной судебной экспертизой психологической Что случилось? Значит, дебютантка по фамилии Черемнова Которая играла в Малом театре московском Значит, она подверглась насилию со стороны некого нотариуса Назарова То есть она вернулась после своего дебюта В свою гримерку там, где он ее ждал И, значит, он выразил ей свою любовь, страсть, нежность Она не сумела ему противостоять И в итоге, значит, была изнасела Наутро она попыталась заявить в полицию Но полиция ей сказала, что ничего абсолютно они сделать не могут Потому что следов насилия нет на ней, нет ни синяков Не было слышно криков То есть доказать это невозможно Возможно, вы слышали про актрису Марию Ермолову Да, то есть это была прима тогдашняя московская Ведущая актриса Именно к ней обратилась Черемнова И получила у нее поддержку Значит, Ермолова пришла в полицию И заявила о том, что да, действительно Могло быть такое, что в момент дебюта Дебютантка была настолько эмоционально опустошена У нее настолько было мало после этого сил После она так много, так сильно выложилась на сцене Что у нее не было сил ни кричать, ни сопротивляться Опросили огромное количество актрис, театров И выяснилось, что да, действительно, это так Такое возможно Что после вот такого вот состояния После большого эмоционального выплеска Возможно состояние близко к кататонии То есть к ступору Когда человек не может ничего делать И в итоге, то есть нотариус был обвинен И помещен под суд Итак, вот мы переходим Немножко вот мы с вами познакомились Что такое экспертиза И вот мы пытаемся понять, что же это такое сейчас Итак, экспертиза — это проведение исследования Обязательно, обязательно в интересах правосудия То есть это очень важно, да То есть благодаря вмешательству психологов Могут быть в полной мере раскрыты обстоятельства дела Которые не могли бы быть раскрыты без его помощи То есть любые вопросы психологического содержания То есть по психологу помогают раскрыть и понять Итак, каков же объект психологической экспертизы? Давайте подумаем Что это такое? С проблемами человека? Почему с проблемами человека? Мы уже выяснили, что это не психиатрия, да? А психологическая экспертиза, она интересна тем, что она назначается Вот, да То есть я не сама прихожу и говорю А дайте ко мне вот человека Не знаю, дайте я сделаю кому-нибудь психологическую экспертизу Подайте ко мне его Нет, на самом деле это не так Ко мне приходит запрос Запрос идет от суда То есть с целью сделать психологическую экспертизу То есть какой же объект? Это психическая деятельность В первую очередь Это то, что у человека в голове У какого именно человека? Это субъект правовых отношений Вот мы смотрим, да, какой он может быть? Потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, истец, ответчик Да? Вот эти все слова, юридические термины Вот как вы думаете, пожалуйста, скажите мне Кто именно пользуется чаще всего? Психологическая экспертиза проводится С кем именно из них? Потерпевший, подозреваемый Да, действительно бывает, но не чаще всего Как вы думаете? Свидетели, совершенно верно Свидетельские показания То есть нам нужно понять, насколько свидетельские показания достоверны Насколько свидетель говорит правду Насколько он понимает то, что он говорит Насколько он на самом деле оценивает верно ситуацию И вот именно поэтому Психологическая экспертиза и начала развиваться Потому что большим спросом пользовались именно свидетельские показания Значит, в 20-30-х годах Пошло у нас прямо в 20-го уже века Пошел подъем У нас с удовольствием все пользуются психологической экспертизой Все считали, что можно понять Люди обманывают или говорят правду То есть практически полиграф такой Пытались понять, что психолога можно использовать как полиграф А вот он достоверно напишет То есть невероятно стоим на 100% Этот человек говорит правду Но, естественно, такого быть не могло И поэтому, когда писали вероятностное заключение Никому это не нравилось И в итоге посчитали, что Как и вся психология, которая тогда пошла, тоже в упадок То есть у нас с 30-х годов 20-го века То где-то 60-х годов психология в России не развивалась никак Потому что она была просто стагнирована абсолютно И таким образом посчитали, что она ненаучна Все экспертизы, которые происходят о ней Это все ерунда И мы этим заниматься не будем Тем не менее, в 60-х годах это все стало возрождаться И постепенно, постепенно психологическая экспертиза заняла свое место Сейчас среди юридической практики И без нее сейчас очень сложно Вот юридические значимые ситуации То есть это любые ситуации, которые требуют рассмотрения экспертизы Да, вот это те как раз ситуации, про которые я сейчас вам рассказывала Да, как раз свидетель, потерпевший, обвиняемый Итак, объекты исследований Это материализированные источники информации о фактах и событиях Которые отражают психическую деятельность человека Что такое материализирование? Что это такое? Да, которое можно подержать, потрогать Да, ну казалось бы, как можно потрогать психическую деятельность человека? Ну вот как? Как это вообще возможно? Взятий вроде ее нет, да, каким образом? То есть у нас для этого существуют разного рода вещи Которые могут быть подвергнуты психологическому анализу Все, что можно изучить Что можно изучить, что может изучить психолог Вот что ему может быть представлено на экспертизу? Речь, хорошо, но это вот чуть позже, да, но это очень важно, конечно Что? Тексты, что? Поведение, в каком виде поведения? То есть просто мы наблюдаем, да, поведение? Невербально Невербально Ну вот сейчас вот я вам... Мы посмотрим, что это может быть Так, мы смотрим, да? В первую очередь это вещественное доказательство Это то, что было вот на месте преступления, да? И мы пытаемся понять, что это было, да? Документы, протоколы, заключения, справки, характеристики И вот самое интересное... Ой-ой-ой-ой, что у нас может быть? Это предметы психической деятельности человека Что такое продукты? Продукты психической деятельности человека Это любые документы, которые человек делает самостоятельно Это авторские записи, это дневники, это рисунки Это всё, что человек делает сам В этом случае могу привести пример Экспертиза, которая была сделана Представьте себе ситуацию Брак, брак распадается Муж, жена, остаётся двое детей Значит, жена запрещает мужу общаться с детьми Запрещает ему подходить Угрожает ему судом И вдруг через какое-то время жена качает с собой Убивает себя И вроде бы всё нормально, всё хорошо То есть, действительно, самоубийство Правда, как-то очень жёстко совершено Ну, правда, действительно, бывает, да, самоубийство Смерть через повешение Ну, не очень типичный способ для женщины, согласитесь Обычно это, там, таблетки Или, допустим, женщина вскрывает вены чаще Мужчина, наоборот, чаще пользуется более жёстким Там пистолет, верёвка И начинается расследование Через какое-то время Следователь узнаёт, что Женщина вроде как не была склонна к самоубийству Вот не был у неё такой характер И темперамент Вот по словам знакомых, друзей Но как-то вот не должна была она Начинают расследовать это дело И обращаются к помощи психолога Который изучает её дневниковые записи, её рисунки И замечает, что, действительно, она была флегматична То есть, она не была склонна к аффектам Не было у неё такой склонности То есть, она была достаточно педантична Опять же, то есть, нет склонности к самоубийству Рисунки, которые она рисовала после развода Они были достаточно оптимистичны У неё было хобби рисования Она рисовала восходы Она рисовала цветы То есть, ничего мрачного, ничего-то в ней было Рисунки она датировала То есть, всё было хорошо, казалось бы И поэтому психолог, опросив ещё раз всех друзей и знакомых Написала заключение, что женщина с таким характером Она, скорее всего, не убила бы себя После того, как стали расследовать ещё более серьёзно Стали допрашивать мужа, выяснилось, что, на самом деле, это было убийство Которое было замаскировано под самоубийство Любопытно ещё то, что есть обратная ситуация Когда самоубийство маскируют под убийство Это когда человек, который убивает себя Он хочет бросить подозрение на кого-то другого И в таком случае опять изучает личность человека И смотрит, может быть, он был демонстративен Может быть, он был мстителен То есть, опять же, это всё рассматривается Смотрится переписка Вот сейчас, допустим, те же самые социальные сети просматриваются То есть, берётся доступ, порой просматривается переписка Человека с кем-либо и смотрят, как он себя вёл Как он написал, что он говорил Аудио, фото и видеодокументы Вот это чаще всего изучают Опять же, эксперт-психолог, в частности, я Мне чаще всего предоставляют именно видеофрагменты Которые я изучаю, составляю стенограмму подробную То есть, вплоть до пауз, вплоть до междометий, до всего И после этого, по стенограмме, я уже могу что-то говорить Мы уже с вами только что разговаривали про материализованные источники информации И именно благодаря тому, что я делаю Появляется ещё один материальный источник информации То есть, это моё экспертное заключение Которое тоже может подшиваться к делу И рассматриваться уже непосредственно в суде Как доказательство Суд может его принять, может не принять Это не обязательно И даже если я, допустим, убеждена, что человек совершил преступление Его могут оправдать, не обратив внимание на то, что я напишу Но, тем не менее, оно имеет вес Особенно в спорных ситуациях Специфика исследования в отношении живых лиц Такой вот термин юридический Довольно-таки интересно Вот мы смотрим, да Подлежащий экспертизе субъект Он всегда является носителем информации В любом случае Всегда То есть, мы по его поведению По его действиям По всему тому, что с ним связано Можем понять, что он из себя представляет И эту информацию Потом, таким образом зафиксировав Мы можем использовать уже в дальнейшем Для того, чтобы сделать подробное заключение Психолингвистическая экспертиза Мы подошли Что это такое? Да, да Все верно, совершенно верно Это ветвь психологического Психологической экспертизы Вот, строго говоря, психолингвистическая экспертиза Такой термин появился недавно Изначально всегда была комплексная Психологическая и лингвистическая экспертиза То есть, было два специалиста Психолог и лингвист Но сейчас проводятся и психолингвистические экспертизы Естественно, в первую очередь Вы совершенно правы Изучается речь То есть, это дисциплина вот у нас идет На стыке психологии и лингвистики Язык, мышление и сознание человека И мы пытаемся понять, как они взаимосвязаны И каким образом нам с этим работать Объект психолингвистической экспертизы Итак, это речь Конечно же, речь А по большей части это то, как мы говорим Когда мы говорим Что мы говорим И с кем мы говорим То есть, все это может быть изучено Обязательно То есть, это наша речевая деятельность в принципе Это речь, как форма психической активности Это психическая деятельность при речевой коммуникации Когда мы с кем-то взаимодействуем Таким образом раскрываемся И процессы воспроизводства И восприятия знаков языка Предмет психолингвистической экспертизы Что же это такое? Итак, первую часть Это психологические особенности речи Как человек разговаривает Как он может говорить То есть, благодаря тому, что мы видим Как человек себя ведет Уже во многом можно понять Что он из себя представляет Его уровень образования Его уровень Вообще, в принципе, культурный Очень многое можно сказать Просто по речи человека Даже когда вы человека не видите Вы же многое можете о нем сказать Только по тому, как он говорит Согласитесь Значит Например, известно ли вам Что можно человека Образовать Возраст, национальность Пол Все это можно определить Просто по кусочку текста Который человек напишет вам То есть, на самом деле Это удивительно, но это так Значит, в связи с этим Еще одна история Значит, это 1974 год И в Москве Совершено преступление 11-летняя девочка уходит на каток И не возвращается Через два дня Тело девочки расчлененное Обнаружено за гаражами Значит, начинается расследование И буквально через два дня Находит подозреваемого Которого буквально в течение Двух дней Дает признательные показания Значит Его То есть, человек Вмещается под стражу И где он Отказывается От своих свидетельских показаний И так вот В промежутке Где-то около трех недель Он то давал признательные показания То есть, то соглашался с ними То снова от них отказывался Никто ничего не мог понять В конце концов Обратились к психологу Он изучил Его свидетельские показания Подробно И увидел в них Некоторые несоответствия Значит Описывая девочку Допустим 35-летний сантехник Говорил о том Что у нее небесно-голубые глаза Да То есть, он описывал Марку Допустим Ее джинсы Он мог описать Он Очень Эмоционально Экзальтированно Рассказывал О том Что он сделал На самом деле Особенности речи Мужчина и женщина Отличаются прежде всего тем Что женщины Обычно говорят Более эмоционально Более образно И когда они пишут Они тоже так пишут То есть, если мужчина пишет Хорошо Женщина пишет О да Конечно Разумеется Да То есть, женщинам Более свойственна экзальтация Нежели мужчинам Конечно, все зависит от типа Характера Но тем не менее В итоге, когда было Пристрастно изучено Показание Которое нам Дал вот этот Подозреваемый Выяснилось, что Были изучены Его документы Его письма Писал он совершенно иначе Писал он совершенно иными фразами Совершенно иных выражениях Не употреблял никаких Междометий Не употреблял Никаких Не знаю Эпитетов Которые были характерны Для этого письма И в конце концов Эксперт-психолог Посчитал Что Не им были написаны Средиземные показания Кем же Кем же они были написаны С ними Женщина Которая вела дело Следователь Она уходила на пенсию Ей нужно было закрыть дело Как можно быстрее И Кажем так Посредством физического Психического Насилия Над свидетелем Над Подозреваемым Вот эти свидетельские показания Были получены Так или иначе Ну потом Это уже Что случилось дальше Это уже другой вопрос Просто дело в том Что То есть Человек был обвинен Получается Голословно Это были не его свидетельские показания И он был не виновен Настоящего убийцу Так и не нашли Так Общее состояние коммуникатора Это тоже очень важно Коммуникатор Это человек Вот с которым Мы собственно Взаимодействуем Да В каком он может быть состоянии У меня Одним из первых Наверное Дело Вот одной из первых Экспертиз Которые я делала Была экспертиза Ребенка Трехлетнего У него была Дислолея Дислолея Это когда каша в рту Ребенок Разговаривает с большими Ну его очень сложно понять Да И мало того Что он еще маленький Малолетний ребенок То есть ему три годика У меня было Семь видеофрагментов И нужно было понять С кем ребенку Остаться жить После развода родителей Вот Очень сложное было дело Достаточно долго Его проводили Смотрели Со всех сторон И ребенок в итоге Остался с отцом Потому что Мама называла Ни разу не называла его Мама Назвала ее Настя И очень много Было свидетельств Тому что ребенка Обижали Били И Относились к нему Довольно жестоко В итоге Вот ребенок Остался с отцом Сейчас не все хорошо Но вот Очень важно Смотреть именно На состояние человека Человек может быть Когда В момент совершения Какого-то преступления Он может быть Находиться в состоянии Аффекта Опять же На это все смотрится Он может находиться В нетрезвом виде Он может находиться В шоке То есть можно Смотреть на большое количество Разных ситуаций И это мы тоже Обязательно Учитываем Особенности Передаваемой информации Это тоже очень важно Это прежде всего Цель того Зачем мы эту информацию Передаем Это смысл Что именно Мы передаем Это эмоции Какие эмоции У нас возникают Когда мы передаем Эту информацию Вот тут у нас идет схема Как раз О чем мы сейчас С вами говорили Особенности речи Особенности Передаваемой информации Общее состояние Коммуникатора Вот смысловой Целевой И эмоциональный Контекст Это также Очень важно Особенности Психолингвистической Экспертизы Проводить ее Довольно-таки сложно В том смысле Что очень часто Она проводится Постфактум И именно По аудиозаписи Или видеозаписи То есть Периодически Когда требуют Обстоятельства Можно опросить Можно опросить Человека Например Вот последний У меня один из последних Был случай Когда человека Обвинили В совершении преступления То есть Он был подозреваемым И мы пытались Понять В состоянии Или он Был вообще Говорить С нами Об этом Потому что У него тоже был Дефект речи Очень серьезный И Мы пытались Уже посредством Письменного текста С ним разговаривать Причем мы задавали ему Прежде всего Какие вопросы задаются Задаются адвокатские вопросы То есть Адвокат изначально Подозреваемого Составляет вопросы Которые ему нужно задать То есть При опросе Человека Экспертом-психологом Обязательно присутствует Следователь То есть Он смотрит Как именно Эксперт задает вопросы После этого Согласованные вопросы Уже может задавать Эксперт-психолог Обязательно Все фиксируется На видеокамеру Причем Если запись Приостанавливается Она начинается Заново То есть Это должна быть Единая запись Которую потом Подшиток делаю Как и стенограмма И вот мы смотрим Какие могут быть Виды экспертизы Экспертиза Говорящего лица Мы опять посмотрим Общее состояние Психологические Характеристики Коммуникативных функций Особенности восприятия речи Понимает ли вообще Наш человек Понимаем Какое идет воздействие И экспертиза речи Текста Чаще всего бывает Конечно Экспертиза речи Текста Например На что можно Обратить внимание Когда мы смотрим На текст Опять же Одно из дел У нас в Омске Когда изучалась книга С подозрением На экстремистский материал Пропаганда экстремизма Пропаганда терроризма У нас в Омске Наш автор В Омске Написал эту книгу Выложил ее в сеть И она провела Достаточно большой резонанс То есть Я ее читала два раза Она была достаточно большая Она была достаточно жесткая В этом плане То есть На самом деле Было обнаружено Что там идет И межнациональная рознь И превосходство Одной раз На другой И в итоге Независимо от меня Еще два эксперта Оценивали Мы пришли к единому заключению В итоге Это было признано Экстремистским материалом Эта книга И была Из сети Удалена Особенности Особенности Психической деятельности Итак Как же можно изучить Психическую деятельность У нас существуют методы Методы Которыми мы пользуемся Это может быть Биографический метод Когда мы изучаем документы Это может быть Например Метод Ретроспективный Когда мы изучаем В принципе Всю судьбу человека Вот назад Вот от этого момента И пытаемся остановиться На каких-то ключевых особенностях Но прежде всего Основные методы Это метод наблюдения Метод аналогии И диалогового метода Метод наблюдения Когда мы просто наблюдаем Когда я смотрю Допустим Видеозаписи Я смотрю Я наблюдаю за поведением человека У вас еще Вот видеозапись Она конечно лучше Потому что идет еще И невербальная Как раз вот о чем мы говорили Поведение человека То есть его мимика Его поза Его движение То есть когда человек Допустим ему задает вопрос И он кивает А говорит нет То есть когда у нас тело соглашается А речь идет совсем другая Вот это тоже очень важно На это надо обращать внимание Метод аналогии Когда мы сопоставляем Какие-то вещи И диалогового метода Как раз когда мы разговариваем Задаем вопросы И нам отвечают Но есть еще и вспомогательный метод Вот это совсем уже Новый метод Который появился у нас Уже в 20 веке Это Вот один из них Который мы в частности пользуемся Это экспертная система ВАО Что это такое? Это компьютерная программа Которая позволяет Делать практически то Что делает эксперт-психолог То есть она изучает тексты Да, внимательно рассматривает Она смотрит Насколько неосознаваемое Эмоциональное воздействие Текст может оказывать Например Это может быть какая-то манипуляция Вот мы можем ее не понимать Да, мы можем читать какой-то текст И не понимать Что у нас оказывается воздействие Это очень важно В СМИ такое очень часто используется Когда идет какая-то пропаганда И вот мы сами этого не замечаем Читаем и читаем и читаем У нас в голове-то откладывается Откладывается, откладывается Вот, кстати, психология Реклама очень часто Такие вещи Когда вы слушаете рекламу Почему вы покупаете Конкретно эти вещи? У вас они в голове Когда вы приходите, например Покупать зубную пасту И вы перед этим Три дня смотрели рекламу Коугит Вы купите Коугит Просто потому что У вас туда упадет взгляд Вы сами не поймете почему Просто потому что Она будет у вас в голове Но это еще не самое страшное Страшно, когда Это на самом деле Когда мы читаем какую-то книгу И нам в голову вбиваются Что, допустим, есть Религия господ, например И религия рабов И когда мы на самом деле Начинаем Водоверить Почитав Ницше Почитав Достоевского Опять же К чему мы можем прийти Выявляют личностно-психологические Качества авторов текста Можно понять Что человек из себя представляет Может быть он эпохондрик Например И он приписывает себе Самые разные заболевания Допустим, приходит женщина Обращается Говорит, меня хотят убить Знаете, да Я чувствую Что-то они задумывают Опять же Далеко не всегда понятно Что на самом деле Это психологический Хват характера Или это на самом деле Что-то угрожает человеку Составляются схемы Диаграммы Проводится анализ И мы можем понять Что же на самом деле У нас Да и показывает анализ Вот мы, например, пример Вот это вот слайд Экспертная система Вау Как раз мы смотрим Опять же Был случай Когда человека Обвиняли в убийстве Тоже мы проводили экспертизу Ему было 78 лет И в силу возраста Он не мог проходить полиграф Потому что уже возрастные изменения Человеку могут дрожать руки Полиграф может это считать Совершенно иначе Да То есть Друглежь с вами рука То есть Это все считывается Опять же Плохой слух был И мы проводили С ним Очень серьезное Собеседование То есть У нас было опять же Большое количество Видеозаписей Каждая из которых Составляла стенограмма Подробная И каждая из которых Потом оценивалась В программе И выявилось Что Текст обладает Большим количеством Положительных Позитивных характеристик А негативных Среди них не было То есть Практически не было И С помощью Экспертной системы Выявилось Что человек Не виновен В убийстве Что собственно Потом и подтвердилось В процессе расследования Ой Так Пользователь системы ВАУ Кто этим пользуется Помимо юристов Ряд государственных структур Да Крупные банки Рекламные компании Конечно Я вам говорила Про рекламу СМИ Коммерческие организации Издательские компании И психологи И лингвисты То есть Все Они Являются пользователем И На самом деле Я думаю Что у подобного рода Системы программ Большое будущее В дальнейшем Это будет интересно Мне кажется Не только специалистам Но и Простым смертным Большое вам спасибо За внимание Надеюсь Вам было интересно Время для вопросов Может быть вопросы какие-то Кто-то что-то хочет А вот Вы разговаривали Послушаем с На лингвистом Так Уместна была бы Действия Если не было Она в любом случае Была уместна То есть В любом случае То есть Они являлись Как вспомогательным доказательством В том плане Что Конечно же Опрашивались еще Опрашивались дети Опрашивались родственники Опрашивались друзья Оно просто Дополнительно Как дополнительный метод Дневниковые записи Опять же Согласитесь Когда человек Пишет в дневнике Что несмотря на что Он хочет начать Новую жизнь У него все хорошо Строит планы На покупку холодильника И при этом Он внезапно Вдруг Да Совершает самоубийство То есть Это наводит на размышления Все же Так что Может быть Да-да-да Когда он Это происходит Практически сразу То есть Когда это не его компетенция Вообще Изначально Есть эксперт Криминалист Он обращается к медику И изначально То есть Просматриваются документы Когда смотрят Нет ли Не было ли Чего Каких-либо отклонений То есть Если психолог Получает видеозапись Где он видит Очевидные Однозначные Поведенческие нарушения Когда он видит Что это не его компетенция То сразу же Моментально Буквально в тот же день Эксперт-психолог Обязан вернуть Данные И заявить о том Что он здесь не специалист Это очень важно Потому что Иначе он может Совершить ошибку Не всегда очевидно Действительно Это так Да Но вот В таком случае Назначается комплексная Экспертиза Это редко бывает То есть Когда возникают Какие-либо сомнения Но как правило Как правило То есть Чаще всего Таких сомнений нет Потому что Очень часто Подобные отклонения Очевидны То есть Идет Обследование Медицинское Обязательно Человека подэкспертного Да О котором идет речь И После того Как получается заключение Что человек психически здоров Или психически нездоров Уже после этого Назначается экспертиза Либо психолога Либо Соответственно Психиатра Вот психолог должен быть Абсолютно уверен Что человек здоров Абсолютно Именно поэтому Психиатрические экспертизы Они более востребованы Чаще проводятся Потому что Вообще Чаще всего Психолог У него есть Достаточно узкий Спектр Воздействия Это Например Допрос малолетних свидетелей Там мы смотрим Например Это экспертиза Порока воли Когда человек Не может подписать Что-то Его могут заставить А потом Он может Подписать Дарственную на квартиру И вот мы изучаем Например Человек Это сделал Действительно целенаправленно Или его заставили Понимаете То есть Психиатр У него более широкий спектр И конечно же Мы смотрим Заявляетесь В следующем Обязательно Лектуре Обязательно Расскажем Об ошибках Которые могли бы быть И учтем Ваши пожелания Все Можно вопрос Вы говорили о том Что суд может отклонить Мнение психолога Есть ли какие-то способы В судебном порядке Чтобы это мнение Использовали То есть Когда Не особо уверены Судебная система Отвергает Можно ли Ну потом Мы могут Обратиться к другим Обязательно Еще экспертам психологов То есть Если несколько Экспертам психологов Они дают Единое какое-то Заключение И суд Как бы Постоянно это отвергает Это уже кажется Несколько странным То есть Если допустим Могу посчитать Что один психолог Что-то сделал Это его субъективное мнение Несмотря ни на что После этого Если несколько экспертов То есть Они вместе Заявляют одно и то же То есть Плюс ко всему Очень часто Обращаются К дополнительным Экспертом То есть Который вспомогательный Опять же Лингвист Очень часто Лингвистическая Экспертиза Назначается Если в тандеме Они говорят одно и то же То чаще всего Конечно Суд учитывает Но это Не обязательно Тем не менее То есть Суд может не учесть Я уже об этом говорила Такая вероятность есть Просто чаще всего Это является Подспорьем Для суда Суд тягами Но как вам сказать Вот мне Не довелось Конкретно Пока сказать не могу Мне кажется Что это не очень Распространенное Исследование Но возможно В дальнейшем Это и получит Распространение Или резонанс Так что Так Все Давайте Мне доступ в социальные сети Никто не предоставляет Я просто говорю о том Что когда человек Чаще всего Когда это самоубийство Да Могут обратиться К родственникам Человека Который покончил С собой С просьбой Войти на его страницу И посмотреть Его переписку Ну конечно Но я вам говорю о том Что если родственники Заинтересованные Не хотят понять Что произошло На самом деле Они могут попробовать Именно посредством Изучения переписки Вы же понимаете Что переписка изучается Именно с целью Посмотреть на характер человека Да Как они по-моему Родственники Предоставляют И получается Что с остальных Следствий Идет на обращение На интернете И по родственнике Дают И следствие Ну вот я могу сказать Что вот Мы ни разу Подобными Не пользовались Подобным доступом Про другие Сказать не могу Организация Я вам говорю Про только Вот что я Мы этим Не пользовались Никогда Но тем не менее Представьте Да Что вот Если есть родственники У которых Человек То есть Их близкие Родственники Да Нельзя понять Это было самоубийство Или убийство Вот опять же У нас было Расследование Когда Это приехали Из Казахстана Специально Потому что У них Нет такого Такой возможности В Казахстане Провести такую экспертизу Когда Всем казалось Что это было самоубийство Точно так же Это молодой человек Спрыгнул с моста Повесившись на нем И тоже было проведено Расследование И Которое показало Что Это было самоубийство То есть Сестра погибшего Не согласилась С этим Приехала сюда Привезла переписку Брата А получилось Так что Вот этот молодой человек Который покончил С собой Он встречался С девушкой Отец Который Был против Против их отношений То есть И там Очень серьезная Была ситуация И вплоть до Угроз И причем Эти угрозы Об этих угрозах Молодой человек Писал Кому-то И то есть Это было все Зафиксировано В переписке Когда началось Расследование Выяснилось Что упустили На самом деле Несколько важных Фактов Там была Женщина-следователь Которая была Первый раз На деле Вообще И она не обратила Внимания На некоторые Аспекты Конечно Помогает То есть Никто Не будет Скрывать Вот так вот В принудительном Порядке На самом деле Да Это запрещено Законом Конечно же Тайна переписки Но Если это идет В интересах следствия Согласия родственников Это немного Другая ситуация Согласитесь Когда Идут уже Совсем другие Вопросы Так Все наверное Да Вопросы у нас Закончились Еще раз спасибо Большое уважаемую Аудиторию С вами было очень интересно Спасибо